Видите, что не проехать, не пройти, надо вездеходы вызывать. И такая ситуация уже 10 лет. Кажется, будто жители 11 домов оказались на острове. Вот только вместо воды – поле и грязь. Да и сам остров находится в городской черте. Единственная дорога с большой земли – проселочная. Есть она или нет, зависит от погоды и времени года. В дожди проезжая часть попросту исчезает. Проехать на улицу Сметьевскую не могут не только автомобили местных жителей, но и экстренные службы. Например, вызывая медиков, Волокжане не знают, удастся ли дождаться помощи и не потребуется ли помощь самим специалистам тяжелой техники, которая вызвала карету скорой из грязи. А вот случись, труженик тыла, давление. Скорая, как вот она поедет? Все, у нас уже не проехать. Так прошлой зимой рассказывают Волокжане медики, застрявшие в сугробе, в которой превратилась дорога, не успели спасти мужчину. Он умер на санках. На них соседи пытались подвести больного к скорой. Впрочем, отрезанность от города – не единственная проблема вологодских островитян. На улице Сметьевской нет воды. Ее единственным источником был пруд. Пока руководитель сельхозпредприятия «Осаново» не разрешил застройщикам лежащих торговых центров брать грунт из водоема. Строительные компании обещали после завершения работ вычистить пруд. Но слов не сдержали. Об этом местные жители рассказывали Седьмому каналу еще больше года назад. С тех пор ничего не изменилось. Пруд зарос камышами, вода теперь непригодна для использования. Без воды нам вообще… У нас и как пожарный водоем, и на сельхоз нужны. Он у нас все это считает. Потому что один пруд был на все. Между тем, ближайшие колонки с водой в районе убрали. В колодце одна глина. Люди вынуждены собирать дождевую воду с крыши, чтобы элементарно помыть посуду и постирать белье. А чистую воду для приготовления пищи им приходится приобретать в ближайших магазинах. И так четыре года. За помощью местные жители обращались и в администрацию города, и даже в приемную премьер-министра. Ни дороги, ни воды, ни пруда. Никому ничего не гадать. Пожарники после года приезжали, обещали, что дела лучше. Все решат вопросы, а так ничего. Не раз обращались и к директору сельхозпредприятия. Безуспешно. Не смогла добиться от руководителя основного ответа и наша съемочная группа. За два дня его ни разу не удалось застать на месте. В конце концов, секретарь пояснила – уехал. Наверное, туда, где есть дороги и вода. Яна Чеснокова, Евгений Тюнев. Новости Вологды.